Добрый день, на связи Максим Петров. Рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором развиваем инвесторское мышление и говорим о том, куда инвестировать в эти непростые времена. Тему, которую хотелось бы поднять сегодня, как определить справедливую стоимость акций. И действительно, больше говорить про мышление. Зачем мы, в принципе, идем на рынок? Зачем мы идем в акции? И что мы, в первую очередь, должны получить, если мы уходим от консервативных инструментов, если мы уходим от депозитов, если мы уходим от облигаций? То, куда мы должны идти и где вот этот вот критерий? То есть мы говорили о том, что есть кредитные циклы, есть периоды, когда экономика растет, есть периоды, когда экономика падает. Мало того, мы вот в этом видео разбирали фундаментальные показатели. Есть такой фундаментальный показатель P&I, то есть цена, деленная на прибыль. И, ну, то есть этот показатель, он нам характеризует, он нам дает информацию, за сколько лет у нас окупятся инвестиции. То есть, если этот показатель мы цену компании разделим на ее чистую прибыль, получаем 5. То есть, получив 5, мы понимаем, что за 5 лет у нас окупятся инвестиции. И можно сделать другой показатель E на P. То есть показатель E на P нам будет показывать рентабельность, с какой рентабельностью работает. То есть, если показатель P&I составляет 5, то обратный показатель у нас составляет 20%. То есть у нас норма доходности 20. Если мы 100 разделим на 5, мы получим рентабельность 20%. Ну и умножим на 100, получим рентабельность 20%. В периоды, когда экономика растет, в периоды, когда есть некая такая, начинается фаза охлаждения, что происходит с этим показателем? Он начинает плыть у нас. Он у нас плывет в двух случаях. Первое. Акции, которые находятся на излете, акции, которые должны скорректироваться в ближайшее время, да, потому что впереди кризис. Показатель P&I становится самым привлекательным. Почему это происходит, да? Это происходит, потому что компания работает по полной. У нее все производственные мощности загружены. У компании высокая выручка, у компании высокая прибыль, да, у нее очень высокая чистая прибыль, которая зарабатывает компания. И получается показатель, на что мы делим, то есть цены компании, мы делим же на чистую прибыль. То есть перед кризисом показатели чистой прибыли становятся максимальными. И мы такие смотрим, мол, у нас за 10 лет окупается, классно, да. Потому что компания много заработала. Но в дальнейшем прибыль будет падать, да, компания попадет в рецессию, будет работать в рецессионной экономике, у нее резко прибыль сожмется, прибыли может вообще не быть, а может быть убыток. И этот показатель у нас станет громаднейшим из-за того, что у нас прибыль стала очень маленькая, а цена компании осталась на прежнем уровне. Это приведет к чему? Это приведет к тому, что мы будем делить на очень маленькие показатели, но у нас показатель P&I, срок окупаемости инвестиций, будет непривлекательным для покупки. То есть человек такой посмотрит, фундаментальный анализ, а там 500, да, и не будет покупать. Хотя наоборот, в период рецессии, когда компания, там, выручка у нее очень сильно упала, чистой прибыли практически никакой нет. Компания в кризисе, экономика в кризисе, это момент как бы для покупки. То есть в этот период нужно покупать. И поэтому получается, что есть еще коэффициент Шиллера, если мне память не изменяет, да, это где идет некая скользящая средняя за 5, 10, 15 лет. То есть не нужно брать только за один год, потому что если вы берете только за один год, то в этом случае в периоды кризисные, в периоды предрецессионные, в периоды глубокой рецессии, когда происходит, показатель начинает ходить очень серьезно, да, и поэтому нужно смотреть скользящее. Плюс есть показатель форвардный P&I. То есть форвардный показатель P&I, он показывает на будущее 12 месяцев. То есть аналитики рассчитывают, что будет с прибыли, компания строит прогнозы по выручке, по чистой прибыли. Есть форвардный показатель P&I, а в следующие 12 месяцев сколько он может составить. Почему я про это говорю? Почему я говорю про этот показатель P&I? Мы как раз-таки заявили сегодняшнюю тему, как понять, дооцененная компания, недооцененная компания. Мы должны с чем-то сравнивать. Что с чем сравнивать? Показатель P&I, по сути, показывает о рентабельности. То есть он показывает, с какой нормой доходности мы работаем. То есть если мы берем коэффициент Шиллера, то есть если мы берем среднесглаженный показатель P&I, то есть с одной стороны количество лет окупаемости можно рассчитать. Если мы его перевернем, то есть не цену будем на прибыль делить, а будем прибыль делить на цену, то мы в этом случае будем понимать, с какой рентабельностью мы опередуем. И здесь возникает вопрос, а какая нормальная рентабельность? То есть как ее определить? 20% это хорошо, 10% это хорошо, 30% это хорошо. То есть мы вообще к чему в принципе должны стремиться? То есть что является нормой для инвестора для того, чтобы пойти на фондовый рынок, пойти на рынок акций с тем, чтобы в принципе начинать на нем зарабатывать? Почему этот вопрос возникает? Потому что если вы не занимаетесь инвестициями, если вы не вкладываете в объекты предпринимательской деятельности, то вы понимаете, почему такое происходит? Вы же можете не вкладывать свои деньги, которые вы заработали в объекты предпринимательской деятельности. Потому что инвестиции в объекты предпринимательской деятельности – это всегда риск. Потому что предпринимательство – это риск. Не рассчитали кредиты, не рассчитали бизнес-модель, не рассчитали финансовые условия, не рассчитали рынок сбыта, что-то с маркетингами так произошло. То есть в бизнесе существует очень много рисков. Политические риски, экономические риски, финансовые риски, страновые риски. То есть рисков присутствует очень много. И получается, когда я получаю доходность, например, на вложенный капитал в районе 5%, а инвестируя в облигации могу получить 4,5%, ну, скажем так, безрисковая ставка доходности, у меня возникает вопрос, а имеет ли целесообразность мне смотреть в акции? Давайте я объясню еще раз. То есть, когда мы являемся, по сути, капиталистами, кто такой капиталист, это владелец капитала. У нас есть деньги, вот мы капиталисты. У нас есть инфраструктура, мы можем глобально инвестировать. И в этом случае мы с наемного работника, да, денег немного у нас, но при этом мы говорим, у нас есть капитал, я хочу стать капиталистом. И у нас есть альтернатива. Первая альтернатива заключается в том, что у нас есть ставка безрисковой доходности. То есть, без риска, в кавычках опять-таки, я могу получить где? Вложить в ФСЗ, вложить в американские трежерис, вложить в правительственные облигации Германии, Франции. То есть, надежные, стабильные экономики. Это ставка безрисковой доходности. Как определяется ставка безрисковой доходности в мире? Она равна доходности десятилетних облигаций правительства этой страны. То есть, ставка безрисковой доходности для Соединенных Штатов Америки, это будет доходность десятилетних облигаций США, US Treasuries. Сейчас она составляет на уровне в районе 3,75-4. То есть, без риска в Америке сейчас можно получить 4%. Почему многие говорят о том, что американский рынок дорог и он может упасть? Потому что ставка безрисковой доходности в настоящий момент в Америке составляет порядка 4%. В Европе этот показатель составляет порядка 2-1,5-2%. Это доходность облигаций правительственной Германии, Франции, Великобритании. В Великобритании чуть повыше. В России это ставка десятилетних облигаций ОФЗ. То есть, в России ставка безрисковой доходности, это столько, сколько мы сейчас можем получить, вложившись в десятилетние облигации российские. Там доходность где-то в районе от 8 до 10%. То есть, 8-10% это стоимость денег в экономике России. И поэтому, получается, первый показатель, который мы рассчитываем, это что я могу получить без риска. Второе, это премия за риск. То есть, сколько нужно заплатить премию, если я иду в инвестиции, если я иду в акции. И смотрим на Америку, да, для Америки я могу без риска получить 4%. То есть, если я говорю, нет, ребят, я сюда не иду, я хочу более высокую доходность. У меня есть такое понятие премия за риск. Стандартный показатель премии за риск в Америке составляет 4%. Этот показатель, как правило, в два раза выше уровня инфляции. То есть, таргетируемый уровень инфляции для Соединенных Штатов Америки составляет 2%. Премия за риск должна быть 4%. То есть, я должен заработать в два раза больше инфляции. К ставке безрисковой доходности. То есть, если я получаю по облигациям 4% и прибавляю сюда еще плюс 4% ставки безрисковой доходности, в два раза выше уровня таргетируемой инфляции, то в этом случае я понимаю, что у меня доходность в акциях должна быть 8% плюс. Но мы сейчас говорим про стандартный уровень ставки премии за риск, который равен двукратной ставке инфляции. И сейчас Федеральная резервная система США признает, что достичь значения 2% по инфляции будет не так просто. А этот показатель будет находиться, наверное, в районе 3-3,5%. Значит, мы 3-3,5 умножаем на 2, получаем показатель 6-7. 6-7 прибавляем 4. То есть, сейчас для нас является целесообразным покупать акции в американских компаниях, у которых форвардный показатель P.E. составляет не менее 10, не 20, не 25, не 30, как он сейчас. Ну, там, сейчас находится в районе 20. И тогда мы понимаем, что с фундаментальной точки зрения тех финансовых показателей текущей ставки без рисковой доходности, текущей премии за риск в Соединенных Штатах Америки, мы должны понимать, что включать в портфель имеет смысл компания, у которых показатель форвардный на следующие 12 месяцев по сроку окупаемости не менее 10, потому что нам должна быть доходность в районе 10% обеспеченной. Ребята, если понятно, напишите комментарий, да, мне очень важно это понимать. Давайте теперь про Россию поговорим, да. Показатели, мы сейчас говорим про рублевую доходность, да. У нас получается ставка без рисковой доходности, это доходность 10-летних облигаций. Ну, давайте возьмем его там в районе 8. Вот то, что можно получать, то, что нужно ориентироваться для консервативного инвестора. Время за риск в два раза выше уровня инфляции. Если у нас инфляция была в районе 12%, 12 умножаем на 2, получаем 24. 24 плюс 8, получаем 32. 100 делим на 32, получаем показатель P.E. Для российских компаний в настоящий момент должен быть не более 3.125. Вот такие вот реалии. И поэтому нужно смотреть на финансовые показатели компании. Опять же, это не является единственным правильным, но это я вам просто показываю, да, как размышляет инвестор, как вы должны размышлять. То есть, если вы идете в риск, почему в России такие показатели? Высокая инфляция, высокая процентная ставка, и в этом случае мне нужно иметь доходность в районе 30% плюс. 30% плюс. Потому что люди говорят, а я вот частный заем выдам по 24%. Ребят, не пойдет. Тогда нужно выдавать заем хотя бы более 30%. И это те реалии, в которых работаем. О чем еще эти показатели говорят, да? То есть, очень важно смотреть вот это вот показатели ставка без рисковой доходности, премию за риск, которую получаем. Почему в России? Для американцев это очень привлекательно, да? У вас за три года окупаются инвестиции, классно, круто. Но в России есть инфляционные риски, есть геополитические риски, да? То есть, есть там валютные риски. И поэтому, если мы работаем в рублевой зоне, то вопрос возникает, нужно инвестировать с доходностью 30%. Есть ли истории? Ну, потому что, если есть текущие такие фундаментальные вещи, у нас есть компании, которые ниже этих показателей торгуются. И вопрос в том, что вы с этим делаете? И почему российский рынок снизился в два раза? Здесь удивительного ничего нет. Но, скорее всего, в дальнейшем-то они будут меняться. Премия за риск может увеличиваться, может уменьшаться. Инфляция может расти, может уменьшаться. И возникает вопрос, а что же покупать сейчас, да, если мы находимся на фондовом рынке? Более подробно об этом я рассказываю на бесплатном мастер-классе. Я каждому из своих детей формирую капитал в 1 миллион долларов. С учетом того, что их пятеро, ребята, вы должны понимать, что у меня цель на горизонте в 20-25 лет стоит заработать 5 миллионов долларов. Я стараюсь эту задачу выполнить. Как я это делаю? Зачем я это делаю? Я рассказываю на большом мастер-классе двухчасовом. Ссылка на него находится под данным видео. Проходите, посмотрите. Возможно, вам это будет интересно, если хотите присоединиться к этой продуктивной деятельности. Сегодня же у меня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok